О вреде водки написаны сотни книг. О ее пользе не изданы даже маленькой брошюрки. Эту несправедливость решили исправить два друга, Леонард Янкелович и Игорь Ристалайнен. Они открыли первый водочный музей в странах Балтии. Прийти и приобщиться к прекрасному может любой желающий, причем совершенно бесплатно. У нас действующий музей. Как мы говорим, если музей водки с полными бутылками, то все равно что мотор музей с неработающими автомобилями. Мы не ставим целью принести сюда какую-то бутылку целую, здесь ее выпить. Большинство этих бутылок сюда попали уже пустыми. Мы просто показываем себе, своим друзьям, что водка это не только зло, с которым все борются безуспешно, но и очень интересное дело, если к нему подойти с душой. Начало музею положило обычное застолье. Кто-то вместо того, чтобы выбрасывать разноцветные бутылки, стал их складывать в ряд. Так за пять лет у Игоря Ристалайнина накопилось с полвагона пустой тары. Потом друзья и знакомые стали специально привозить водку из-за границы для пополнения коллекции. Теперь вся она выставлена здесь, в Риге, по адресу Кришина Барна, 136. Ну, у каждой бутылки что-то есть. Вот эти вот бутылочки на вид неказистые, вот они. Их тоже собирают и я. Мы ездим на антикварные ярмарки, вот в их школе два раза в год. Уже там знают, если раньше бутылочки пустые из подводки стоили 50 сантим, то сейчас просят уже по пять, по шесть лад, а заодно просили и 20. Самые ценные экземпляры это недорогущие цветастые бутылки, а вот такие незаметные флакончики. Вся их ценность в возрасте. В музейной коллекции есть водочная тара, выпускавшаяся во времена Улманиса. Московская водка, выпускавшаяся в годы немецкой оккупации. Ну и, разумеется, советская классика в зеленой бутылке из-под лимонада. Вот, могу порекомендовать при вашей профессии, когда вы ездите, это упаковка, видите, глав, спирт, трест, для командировочного человека выпускается. Рюмочки, закуска, две бутылки. Можно ехать куда угодно, подписывать любые документы. Игорь Ристалайнин, бывший советский десантник, воевал в Афганистане, имеет боевые награды. Такое не забывается никогда. Потому армейская экспозиция представлена в музее на отдельном стенде. Командирские водки, спецназ такой, такой, комбат, комбат, фронтовая. Видите, в виде фляги сделана, но она глиняная, хранять ее нельзя. Да, там внутри еще что-то плечет. Такая целая, не открытая. А это водочная экспозиция имени Путина. Она имеет совершенно особую ауру. Игорь Ристалайнин говорит, стоит выпить литр такой водки, и сразу начинаешь читать мысли недругов. Как это и бывает у настоящих разведчиков. Эту бутылку, я сам ветеран Афганистана, и мой товарищ, афганец, где-то в Москве, на каком-то банкете, посвященном дню внешней разведки, он со стола утянул вот эту целую бутылку и привез мне из Москвы в Риге. Так как Путин сам служил в этом подразделении, возможно, и Путин сидел где-то за этим столом. Никто не забыт и ничто не забыто. Отдельной строкой в музее прописаны лихие 90-е, когда паленая водка мутным потоком хлынула с магазинных прилавков. Для ее производства нужно-то было всего ничего. Спирт, вода, пустая тара, наклейки. И вот такой вот закручивающий пробки механизм. От него и пошло само название. Крутка. Это один ныне очень знаменитый бизнесмен принес в подарок. Это то, с чего он начинал первые его заработанные деньги, первые его миллионы и список миллионеров. Это крутка. Этим закрывались пробки, а эти этикетки клеились на бутылки. Если вы сейчас зайдете по делу в какой-нибудь офис, секретарша предложит вам кофе, чай, минералку. Самые продвинутые предложат сок. Спиртного, тем более водки, не предлагает никто. За исключением второго основателя музея, Леонардо Янкеловича. А вы партнерам по бизнесу предлагаете вместо чая водки сразу? Не, ну конечно. А как делать бизнес? Мы же честь. Понимаете, вот сейчас в стране есть такое, превалирует как бы менеджерский подход к бизнесу. В газуках, в пиджаках, полная херня. Так управлять нашей страной. Мы сторонники старого советского подхода. То есть вот у меня тут тоже холодильничек. Вот, пожалуйста, водка, спутник. Полный комплект. Да, побывав вот часок в таком музее, кажется, как будто пол-литра на грудь принял. Даже язык заплетается немножко. В таком состоянии определенно на улицу выходить нельзя. Попадешься на глаза муниципалам, следующая экскурсия будет уже в отрезвителе. А там, боюсь, ничего интересного не будет. Андрей Хромцов, Улдостиканс, специально для Телеграф ТВ.